здравствуйте не ожидал вас здесь вы думаете я вас ожидал тут увидеть со знаками стоп-контроль но так объясните мне что вы делаете со знаками стоп-контроль их еще не было здесь час назад я ехал не было никого сейчас что-то какая-то операция произошла я не буду переставать сколько 10 минут буквально сюда приезжает кино у нас отрабатывается операция розыск прекрасно известно что мне известно какие операции непосредственно отрабатываются у нас в городе Харьков по всей Украине так час назад тут еще не было никакой операции я час назад ехал в Чугуев не было ничего объяснил если не стоял знак в очередной раз незаконный знак стоп-контроль а он час законно стоит я за да вопрос не придите чтоб на него конкретно да я хочу рука слышу Oregon ктоiskt их незаконно тогда я буду я не буду самому в давали Main vidada давайте просто давайте делал так вы сотрудник полиции и ответственный гражданин я хочу чтобы незаконный знак вы убрали и чтобы люди нормально ехал это никак вообще не связано с операцией проводите операцию 라 países вы ее проводите ставьте знаки закон espero Я не могу говорить о том, что он идёт нам в помощь при отработке, абсолютно никак с вами не могу Он идёт вам в помощь? Поставьте его законно Вы же прекрасно понимаете, что лично я могу его сделать В смысле, а кто это может лично сделать? Я не понимаю Кто его лично выставлял? ГУМП ГУМП приезжают ставить этот знак? Нет Вы ставили нет Отлично, но ГУМП вам сказала? Правильно, я вам сказала Допустим, идёт операция какая-то, вы ставите знаки стоп Кто их незаконно выставляет? Если они стоят, размещены незаконно Кто это делает физически, руками? Я уверен, ГУМП вам не говорит с Киева Поставьте незаконно знаки Она говорит, да, выставите, проводите операцию, но делайте в рамках закона Это правильно? Если вы сделаете это не в рамках закона Я не думаю, что вы здесь ездите первый и последний раз Когда вы проезжаете, я думаю, вы хоть раз обращали внимание Что знаки стопконтроля, по крайней мере, в данную смену Стоят исключительно, когда работает кинолог Сейчас буквально через 10 минут на месте здесь будет Где связь между размещением незаконных знаков и работой кинолога? Я объясняю, понимаете? Связи никакой, логической цепочки нет Абсолютно нет никакой Я объясняю, что когда стоит кинолог на посту Выставляется знак стопконтроля исключительно Уменьшается скорость потока Тем не менее, можно увидеть лица людей Кинолога еще нету, он еще не приехал Знаки уже стоят незаконно Дорога выкатывается Где логическая цепочка, которую вы построили? Ну вот объясните мне Идем Объясните мне Вот этот весь поток, который тормозит здесь Для каких целей он это делает, если здесь не ведутся никаких операций И кроме того, что вы заглядываете чуваку под капот Вот эти люди, для чего они все вытормаживаются здесь? Возле этого знака незаконного Вы же видели прекрасно Вот сдалека, когда вы видели Ехали Ну обратили Внимание 100% обратили На что? На меня Ну как минимум на меня, потому что я светоотражающим жилетом А я бы и так на вас обратил внимание Я всегда на полицию внимание обращаю Вы видели абсолютно, что поток практически не задерживается здесь Поток какой-то Вот я с вами общаюсь Давай 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 Сюда Давай 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 Дай 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 Ada А если Vitola Это абсолютно все Просло Я не могу просто вам этого объяснить, понимаете, вы мне просто не понимаете, вы абсолютно говорите со стороны естественно, с правильной позиции, со стороны граждан, со стороны закона, но тем не менее вы требуете какого-то определенного выявления, определенного результата от полиции, понимаете, и тем не менее все равно. Вот, не знаю, я просто не знаю, какого-то есть. Вот, не знаю, я просто не знаю, какого-то есть. Вот, не знаю, я просто не знаю, какого-то есть. Вот, не знаю, какого-то есть. Нормально? Операция идет. Идем посмотрим. Ну, пожалуйста. Вот смотри, обратите внимание, идите сюда инспектор, обратите внимание. Вот это вот, вот это вот, называется, с движением никто не задерживает. Вот так оно выглядит, если вы не знали. Вот это вот. Вот это вот, чтобы машины в два ряда проезжают. Нормально, никаких проблем. График. Нормально себя выглядит. Дорогу не выкатывать. Вот так вот можно выглядеть для нужного движения. Познакомьтесь. Обязательно с меня знакомо. Под помощь еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо, не надо. Я же, я уже две бумажки не покатывал. Да, вы не да. Представьте, это для разбитого стекла было? Что, что? За разбитое стекло выстроили? Ну, я не было. За разбитое стекло, а что, с таким нельзя есть разбитое стекло какого-нибудь? А при чём этот разгар? При чём не завезли? Завели за емкость. Завели проблемы за стёклами. Ну смотри ещё. Поверили машине. Подозрительная машина. А в чём в жизни? Пойдёмте. Ну шо, так оставь, давай себе. Поверим бутылку. Там есть, там какой-то паспорт. Поверяют, Вася, наш по телефону. Всё, всё в порядке. Нормально. Давайте дальше поддержим. Давайте дальше поддержим этого человека. Абсолютно с нервами и непонятными. Обычная штатная процедура. Непонятные возмущения. А в чём штатная процедура? Попот вообще открывается по решению суда. Он открыл. Он же не препятствовал. Смотри, можно попросить вас повесить значок? Вот он висит. Нет, повесить, как он уже в калет. Он висит. Поверху держит. Попрыгать. Попрыгать вас на месте. Растегнуть. Можно попросить расстегнуть вас тут? Растегнуть? Ну нет значок. Ну вот это такая же история. Ну смотри, если человек не против, в принципе, да? Почему? Почему? Мы имеем право сверить. Вы начинаете включать рога. Начинаете его задерживать. Называть золото. Возвращение. 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 А вы не учитесь. Вас жизнь не учит. Вы знаки незаконные выставляете. Вы без причины останавливаете. Людей задерживаете. Они с психами уезжают. Александр, вы же прекрасно понимаете, что у нас нет возможности учиться. Почему? Вы прекрасно понимаете. Кто у вас нет возможности учиться? Вы не против я приседу? Я могу сюда. Куда вы будете? Да, пожалуйста. Сейчас что-то я могу сказать. Потому что я здесь не был на этой посту. Я не видел его. Регистрация, спецслуживание там выслевать. Это еще с парагоги осталось. Я буду наблюдаться. Суши для ЗОЖИСа. Густы. Это за КДП в каждой области. Елена, подскажи, пожалуйста. Этот журнал котируется или это еще осталось с нереформированными лицами? Журнал номер один. Облику заяв с карты пропозиции граждан по 100. Могу прояснить? Да. Вот. 18.08. Теперь есть. Станович, могу обратить внимание, ни одного ответа нет. И здесь ни одного ответа нет. И здесь ни одного ответа нет. И здесь ни одного ответа нет. Это же руководство. Вы же понимаете, должны ответ давать. Они мы не понимаем. Я понимаю, что этот журнал, им никто не интересуется, никто учет его не ведет. Никто не смотрит на заявы из карты. Смотрите. Главное. Граждане не оставляют. То есть мы не отказываем в том, чтобы оставить заявление. Все, что касается дальнейшего, ручку может. Вас не интересует. Да нет. Не интересует. Причем, смотрите. Ответ должны давать выше стоящего руководства. Понимаете? Мы не имеем такой компетенции. Отдать ответ на заявление, жалобу или предложение. Понимаете? Я вам зачитаю просто. Не читал честно. Это очень плохо. Вы должны с этим получать рабочий день. Я, Сергей Иванович, там, 18-го, 7-го, был остановлен инспектором смены Степановым таким-то. Без причины. Тем самым. Полицейский нарушил статью 35. Закон Украины. Про национальную полицию. Когда в нашей стране полицейские перестанут нарушать закон? Я бы еще вопросительный знак здесь в конце поставил. Без ответа осталось. Если бы вы читали... Оставьте, пожалуйста, место, чтобы вы просто не могли отреагировать. Да вот. У вас тут места, слава Богу, нет. Я в том кладе, что вы даст. Не переживайте. Я место ставлю. Можно оставить место сколько хочешь, чтобы никто не отвечает. Вы смотрите. Вот ответы зарегистрованы. А здесь? Нету, да? Ни тут? Ни где ответа нет. Нету. Вот ответы есть. Видите? Значит, я пересчитываю. Так выглядит журнал ваш. Значит, я пересчитываю. Вам не противно самим? Просто интересно работать. Так вот. Ну что он? Если мы скажем, что мы видим его в первый раз на этом посту. Ребята, ну вот вы заступаете на смену. Вы же принимаете этот пост. То есть вы должны... Кто-то же его сдал, кто-то он видел. Кто-то же последний сдал его. Придите сказать, слушайте, ребята, как можно... Здесь нет даже никакой материальной части. Как это нет? Вот это вот. Вот это вот. Стол, стул, на котором вы сидите. Это все купили граждане. Я вижу, я вижу, он есть. Вот этот диван. Вот эти вот задолбленные вот эти вот жалюзи. Это все купили мы. Я вижу эти жалюзи. Все правильно. Смотрите, видите, там есть, так как бы сказать, реакции. Тут есть не реакция. Смотрите, здесь есть три. Раз, два, три. Раз, два, три. И на одну только есть какая-то отписочка. И все. На этой нет ответа. Это от 18.07. На этой нет ответа. Руководство не знаю. Вот так вот. Вот так вот. Так и есть. Граждане, чай, кофе. Не, спасибо большое. Он уже не в кафе. Я очень хочу вас передать руководству, что журналам здесь непорядок. Да. Чтобы они ответили и мне, и другим людям тоже. Я обязательно заеду посмотреть при случае, когда в следующий раз меня здесь остановят. Хороший вопрос. Ложит. Учтем ваше замечание. Прошу тебя. Спасибо большое. Ребята, вы видите, что в считанные минуты движения нормализовалось. Что, в принципе, особых оснований для знака стоп-контроля здесь не было. И быть не могло. Прошло уже гораздо больше десяти минут. Так никакой кинолог и не подъехал. Люди ездят в нормально, в спокойном режиме. Тут же пропал знак стоп-контроля. Его просто больше нет. Зайчики все стоят. Не знаете, при чем зайчики. Все. Работа. Здесь у города закончена. Можно двигаться спокойно. Поэтому, те, кто проезжает здесь, не стесняйтесь останавливаться. Интересоваться, для каких целей стоит знак стоп-контроля. Пишите жалобы в этом журнале ужасном, на который страшно смотреть. Не нарушайте права движения и не бойтесь полиции. Учите ее работать и ездите спокойно. Удачи! Удачи!